Буданов рассказал, когда Россия столкнется с дефицитом боеприпасов. С начала войны Российская Федерация ограничила количество использования боеприпасов в три раза. Уже к марту враг столкнется с дефицитом. Об этом пишет РБК «Украина» со ссылкой на слова начальника главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона. Как пояснил Буданов, если бы не помощь Украине в марте, нашим героям нечем было бы стрелять. Средства поражения были бы, а боеприпасы отсутствуют. И все это. Время мы боремся с этой проблемой, производством у нас новых, налаживание мощностей производства за рубежом, попытки купить, обеспечить себя боеприпасами. Это самая главная проблема, эта проблема более остра, чем недостаток боевой техники, отметил начальник Гурмо. По словам Буданов, Россия со своей стороны не рассчитывала на длительную войну и с начала полномасштабного вторжения использовала очень большие объемы боеприпасов ежедневно. В то же время, эта цифра уже упала до 19-20 тысяч единиц в сутки, хотя россияне начинали с 60 тысяч. Паритетность между Украиной и Россией состоит в том, что наша страна и дальше будет получать боеприпасы от западных союзников и производить свои, а враг в ближайшее время столкнется с дефицитом. Россия очень скоро столкнется с тем, что они могут рассчитывать только на свой остаток, собственные производственные мощности и то, что они смогут получить за границей, однако это ни на что не повлияет. К марту они придут в критическое состояние, отметил Буданов. Напомним, РБК «Украина» писала о том, что по словам Буданова, в России осталось около 150 ракет, которых хватит на две массированные атаки по Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова